Николай Потехин старается хотя бы раз в год ложиться в стационар Краевой клинической больницы, чтобы пройти полное обследование. После обнаружения сахарного диабета его жизнь немного изменилась, но в целом заболевание не мешает мужчине вести активный образ жизни и занимать руководящую должность. С сахарным диабетом я столкнулся в 2019 году. В основном у меня это приобретенный на нервной почве из-за тяжелых стрессовых ситуаций. В принципе, сразу даже при первоначальном поступлении оказали качественную помощь персонал ГРМХ. Можно жить при нормальной полномерной нагрузке, при соблюдении всех правил. И с 2019 года в принципе только динамика у меня на улучшении. Сегодня сахарный диабет встречается в мире практически повсеместно. Только в России людей с таким заболеванием насчитывается более 9 миллионов человек. И Забайкальский край не исключение из общей статистики. Сахарный диабет в Забайкальском крае, к сожалению, также распространен. И с сахарным диабетом у нас болеют 26 тысяч больных. Из них сахарный диабет первого типа, то есть те пациенты, которые на инсулинотерапии составляют полторы тысячи, а все остальное управляемый, то есть прогнозируемый сахарный диабет второго типа. Для тех, кто относится ко второй категории, самое сложное зачастую принять заболевание и научиться самоконтролю. Специально для таких больных в нашем крае действуют специализированные школы сахарного диабета, где всего за пять занятий при индивидуальном подходе врачи расскажут, как правильно использовать глюкометр и измерять обед в хлебных единицах. Сейчас у нас школы очень активно работают непосредственно на базе краевой клинической больницы. Это уже школа имеет самый, наверное, большой стаж работы. Во все клинические подразделения клинического медицинского центра у нас есть школы. И открывается, открыта школа в городе Агинске, будет в Петров-Забайкальске, Краснокаменске. То есть школ будет достаточно много. Такие школы должны помочь забайкальцам, столкнувшимся с проблемой, спокойно и достойно жить дальше. Кроме того, врачи напоминают, что диабет тесно связан с проблемой лишнего веса. Поэтому борьба с этим недугом должна начинаться с формирования правильного пищевого поведения и адекватной физической нагрузки.